Инфопресс Здравствуйте! В эфире программа Инфопресс, о чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Александр Рассохин. Инфопресс Год назад немало шуму наделал неожиданно появившийся тендер на покупку городской властью Кирова-Чепецка двух новых автомобилей Volkswagen Passat в дорогой комплектации на сумму 2 миллиона рублей. О шикарном приобретении ничего заранее не знали ни жители города, ни депутаты городской думы, запланированного в расходах оно не было. Идея потратить такое количество денег на, мягко говоря, не самые необходимые вещи, никому, разумеется, не понравилось, и решение отменили. Как пишет вятский наблюдатель, история повторяется. Стало известно, что власти города вновь хотят пересесть на шикарные автомобили. На это, судя по всему, будут направлены средства от победы в областном конкурсе по эффективному муниципальному управлению. Однако в городском бюджете хватает куда более насущных трат. Да и конкурс еще не закончился, а власти, что называется, уже делят шкуру неубитого медведя. Инфопресс В преддверии октябрьских выборов глав поселений и депутатов сельских дум представители «Единой России» определили победителя на выборах главы лальского поселения через соцопрос. Как пишут бизнес-новости, активисты Улузского районного отделения партии «Единая Россия» опрашивали местных жителей, за кого те готовы проголосовать на выборах главы соседнего лальского городского поселения 14 октября. В итоге большинство получил представитель партии власти. Результаты, в принципе, ожидаемы, но тот факт, что единороссы опрашивали жителей райцентра, а не самого Лальска, заставляет усомниться в объективной оценке. Складывается ощущение, что население голосовало за бренд, а не за конкретного кандидата. Инфопресс В прессе появилась информация, что организация «Молодежный народный фронт» провела общественное расследование ДТП с участием автомобиля губернатора, по результатам которого обвинили водителя машины и вместе с ним самого Никита Юрьевича в нарушении ПДД. Как пишет репортер, лидер «Молодежного народного фронта» Андрей Ронжин опроверг причастность подобных заявлений к организации, добавив, что ее на сегодняшний день и не существует. По его мнению, расследование напоминает фальсификацию. Как заявил Андрей Николаевич, провокаторы в очередной раз, да еще и прикрываясь чужим именем, пытаются очернить губернатора, который стал жертвой своей информационной открытости. Якобы последний разместил информацию о ДТП в блоге, выложил съемку видеорегистратора, постарался максимально полно рассказать о фактах произошедшего ДТП, а взамен получил очередную порцию черного пиара от анонимных злопыхателей. Складывается ощущение, что Андрей Ронжин пытается оправдать не «Молодежный народный фронт», а Никиту Юрьевича. И напоследок новости благосферы. Не успел зампред правительства Дмитрий Матвеев представить нового главу Департамента здравоохранения Елену Утемову, как ее тут же повысили. Дмитрий Александрович разместил в своем твиттере фотографию, на которой запечатлено письмо от русскоязычного сообщества врачей «Доктор на работе», адресованное министру здравоохранения Российской Федерации Елене Утемовой. Елену Дмитриевну, думается, позабавила подобная опечатка. Удачи в делах. Это был Инфопресс с Александром Рассохиным. Инфопресс